Она смотрит на него, как на икону. Мария Ивановна напротив фотографии погибшего отца. Это до того радость страшная. Мы их не дождали, когда война закончилась. Герой пропал на войне без вести, но она нашла отца здесь, на панно. Среди фотографий других фронтовиков. Здесь лица погибших, лица тех, кто жив. Мозаика из судеб, как в 1945-м вновь сложилась воедино, когда над Рейстагом выдрузили Знамя Победы. Стрельба с соседнего оружия идет не в сторону противника, а вверх это было час ночи 1945 года. Это означало война закончена. Слезы! Спустя 70 лет снова слезы. На праздник, замешанный на трагедиях, гордости и отчаянии, пришло не меньше тысячи стабропольцев. Людям, которые сделали этот памятник, это не мемориал, это памятник наш. Огромное спасибо. Собравшимся, людям, которые сегодня прикасаются к этому празднику. Низкие поклоны. Проект подсмотрели в Нижнем Новгороде. Там год назад открыли панно памяти из фотографий ветеранов. На нем 7 тысяч фрагментов. У нас меньше 4222 снимка. Больше просто не поместилось. С ноября все, кто хотел доковечить лица воевавших родных, принесли 27 тысяч фотографий. Кто-то не успел, допустим, вовремя принести. У кого-то фотография очень-очень старая, уже в таком состоянии, что ее очень сложно оцифровать для того, чтобы ее сюда вместить. Все эти фотографии никуда не деваются. Они все будут использоваться на стене памяти 9 мая, которая будет вынесена в город Ставрополь. Разглядеть лица можно. Даже ночью конструкция подсвечивается. Еще один такой мемориал Ставрополь откроют у Парка Победы. Панно памяти появится также в Минводах, Кисловодске, Есентуках и Георгиевске. И местные жители тоже будут искать там своих героев. У нас 8 фотографий здесь. У папы моего, и мама, и папа, то есть дедушка с бабушкой. И дедушка, прадедушка, дедушка, еще один прадедушка. Ну, что, много. Ну, ищем, в общем, сдавали и ищем.